друзья мои добрый день 6 февраля ленинградская область сегодня серию сортовые томаты которые буду выращивать в сезоне 24 года у меня их очень немного будет и также досею острые перцы значит хочу сразу сказать что по срокам все нормально вот у меня старые стаканчики и вот можно посмотреть пепперончини оранжевый сеяла в прошлом году 3 0 2 но так сказать немножко опаздываем ничего страшного значит сортовые томаты что я буду сеять это знаменитая клубника миссис шлаубах хвалят ее вот так вот я покупала семена уже обработаны дальше черная красавица индет с антоцианом плоды от 200 до 500 грамм это мне прислала подписчица лариса из магадана спасибо огромное за заботу за то что делитесь также будет паса посажен red pr значит двадцатом году я его сажала потом что-то от него отошла ну хотя вообще бесподобные томаты хочу посеять из своих семян один кустик и значит один кустик у меня еще вот сады россии есть польская слива тетушки сварло обязательно очень нравится вот и древнее сердце аквитерме две древнее сердце аквитерме я уже значит буду сажать прошлогодние я их обрабатывала сейчас расскажу буду кое-какие сортовые томаты обрабатывать и также друзья мои я внимательно всегда читаю все комментарии которые мне пишите огромное спасибо и очень часто нахожу много интересных значит таких вот и предложений и советов и также по томатам также вот и поделилась значит своей находкой одна из подписчиц я зашла тоже на вал перец и купила вот такие черрики это черри черри везувий в прошлом году мне присылали я сажала в этом году я вот нашла из такой упаковочки значит черри везувий красный и желтый да 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 жаджу но здесь просто написано и но лады визавио ну так сказать по итальянски мы не читаем впрочем так же и как наверное по остальным так ну что значит буду я все таки обрабатывать думала обрабатывать не обрабатывать но решила все таки немного тут 33 у меня позиции обработаю я чем я их обрабатываю это максима плюс протравитель семян он не идет для протравливания он для пшеницы еще там для ржи еще там для чего-то но я думаю что он у меня уже с 20 года каждый год я так делаю и думаю что нормально в общем то не вижу никаких проблем потом семенами так что буду все таки это делать значит я развела его сразу скажу это профессиональный есть для личных подсобных хозяйств но я взяла на он профи расфасовку и все на этом вот разводится на упаковке смотрите как там если кто будет обрабатывать вот этот разводится 0 5 миллилитра на 250 миллилитров воды вот я развела значит это все вот он очень красится конечно размешаем хотела все вчера подготовила но уже думаю с утра займусь этим телом наливаем вот такая из из холодильника для льда посудинка вот пронумеровала на пакетиках здесь от 1 до 4 3 не стало потому что он уже обработан у меня был вот и так вот делаем все уже можно было конечно что-то я не подумала поменьше развести что-то я перестаралась ну не страшно 0 5 миллилитров потеряли не критично так и вот так вот они должны у нас простоять утонуть все простоять полчаса полчаса они стоят потом я что делаю вот так вот аккуратненько с краешку берем и той же вот так вот отсасываем это все дело вот видите все отсюда я возьму семечку сразу посажу а это оставлю в этих в этой посудинке она так и будет стоять и высохнут и потом я их вот так вот в пакетике все разложу ну в общем вот так вот я протравливаю ну у каждого есть свой способ протравливать это в принципе один один из способов пожалуйста так дальше я их уже через полчасика потом значит посею место катастрофически мало как всегда рассада очень делаем все аккуратно чтобы не перепутались у нас семечки никуда не торопимся рассада нас выживает значит буду я их сеть томаты вот в такие с дном это где-то 250 миллилитров все у меня уже подписанное поставлено число вот но я говорю что вот сеялись в прошлом году результат был хороший ничего менять не буду абсолютно значит это у нас с томатами сеть буду также это сантиметровая вот такая вымочка туда семечку присыпаем вермикулитом и значит проливаем вермикулит немножечко увлажняем это агат значит прошлый раз я делала увлажняла витаминами аквамикс и заметила такую вещь что перед этим когда я делала а агатом у меня семена начали начали всходить где-то на третий тире пятый день у меня уже все сто процентов зашло на сегодняшний день значит пролив витаминами аквамикс я это показывала в ролике 31 числа я села на сегодняшний день 6 дней и у меня из 20 штук зашло всего 7 ну конечно переживать еще рано но как факт поэтому сегодня я опять вернулась к агату вот это я тоже сказала все следующее значит мы сеем острые перцы я их уже показывала перечисляла значит фиферона 40 50 для горшка этим халапенья f1 япония и нидерланды пепперончини красный желтый не буду уже сеять и оранжевые очень и не острые мне цицак обязательно желтый красный но он как считается желтый красный то есть он употребляется в технической зрелости его квасит очень вкусное блюдо такое много рецептов на ютубе пожалуйста смотрите для этого я и выращиваю вот и желтый красный значит то есть желтый считается в технической зрелости он идет как бы такой светлый очень обычный он идет темно-зеленым ну и вроде как этот желтый по понежнее вот вся разница друзья мои поэтому если вас вот это не критично вот этот цвет то в принципе то что у вас есть уже какой цицак ну и слава богу в общем то я купила так из интереса ну вот уже из опыта вот так вот расскажу что в результате они все потом краснеет лимон дробь тоже спрашивают и нравится этот перец страшно урожайный просто одного куста достаточно цицак я по-моему в общем немного буду сажать потому что мне собственно говоря их много нельзя но турецкий острый похож на цицак посадим это из под одной из подписчиц прислала армянский острый очень крупные плоды черешневый и алма-атинский обязательно это слабо острый пикантный семена я сама собрала там купила перцы в магазине вот посеем мы посмотрим очень пикантный огромный перец такая слабая остриночка так что вот буду я их сеять уже вот в такие стаканчики друзья мои тоже заполнила подписала вот пролила агатом здесь только торф у меня уже идет двина и что я хочу сказать по поводу вот посева значит предлагают очень многие значит сеять в плошке в общей плошке потом значит пикировать но у нас перцев но острых будет 20 штук но будет сладких 20 штук 40 50 60 томатов я вообще не вижу никакого смысла сеять в одну плошку почему потому что значит вот у меня раз один вот из 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 20 штук у меня взошло там на четвертый день две штуки вот я их принесла сюда под лампу поставила и так сказать чтоб они у меня не тянулись как поступать с остальными если остальные допустим сходят до 10 дней это первый момент второй момент любая пикировка любая пикировка это плюс к готовности рассады ну но неделю как минимум и вот это вот вот это вот мазня тоже вообще не вижу никакого смысла ни в замачивании не в посадке в общую плошку до которые люди которые сажают тысячами это там все понятно там деваться некуда и потом в ящик тысяча посажена если там две-три штуки не взойдут а как говорится и славе и бог с ними вот поэтому было свое время значит показан тоже опыт вот так вот обрезают вот эти ободочки и они плотненько становятся очень вот стаканчик этот стоит друзья мои сто один рубль рубль 20 на озоне или на авито сотнями купили одноразовые стаканы потом выкинули можно сеять и цветочки тоже сею все вот в индивидуальную такую тару 100 граммовые вот такие вот стаканчики это остик 26 01 был пас посажен вот тоже стоят на теплом от один зашел у меня уже как бы вот такой а еще три у меня стоят и и даже близко нет и в результате они так и не взойдут если у вас будут это в общей плошке так что считаю что вот для нас огородников которых небольшое количество конечно нужно сеять отдельно потом значит здесь хорошо обминается и прямо уже когда видно будет корни мы посадим в общей потом в горшочек побольше здесь вот в этих вынимается дно ну вот друзья мои вот так вот все рассказала точно так же здесь воду так цицак темный сейчас найдем что у нас где тут есть вот алма-атинский пикантный берем делаем даже не знаю может по две посадить не буду сейчас лучше просто потом все равно срезать в общем то ничего с ними не сделаешь да много я привозила друзья мои осталось всего вот столько очень многие приобрели его вот потом обязательно все раз кто сажал расскажите понравился не понравился но он в алма те кто мало рассмотрит и в казахстане пользуется большим спросом этот перец и он дорогой если там обычный перец тенге стоит поскольку по-моему так 200 тенге то есть делим на 5 это 40 рублей да то этот перец стоит 500 тенге вот все вот берем самую большую меня еще один будет посажен кладем в эту насыпали немножко какой-то покрупнее сейчас насыпали у меня тут это ничем ее в этом прополоскаем учу страшного надо было промыть конечно не подумала но сейчас делаю все все смочили этот вермикулит долго держит влагу вот и самое что в этом приятный бонус нам это то что всегда всходят без шлемиков всегда под вермикулитом сходит без шлемиков увлажняем он долго держит пока вот это через немножко жесткую пройдет и значит шлемик остается там вот то есть эти вот уже это тоже проблема кстати вот шлемики малоприятные так но это все я доделаю все и показала рассказала поэтому но кто досмотрел до конца друзья мои просили меня показать как у меня вот подсветка устроена сейчас я это и сделаю но это бонусом для тех кто смотрит до конца так вот так вот это одно из мест рассада моя вот такая здесь немножко сейчас я вот так вот эти две лампы марс кидра это т.с. 300 слабенькая ну такая нормально это уже т.с. 1000 она уже значит регулируется здесь вот освещение вот вот о том что я говорила вот у меня прикрыто томаты ставлю под укрывной ну пока выращиваю пока выращиваю есть кое-какие же мысли ну вот этот видите уже лист пропал вот это наш папилета резаный нет ридето ридето все путаюсь видите кисточку выпустил еще кисточку но до трех кистей я ему дам вырасти перевалила вчера больше объем вот здесь финский там вот перчик здесь вот такие лили лузи стоят зацветают вот такая вот эустомка эустомка от 3 декабря вот долго будет них стоять на раз наращивает медленно вот сейчас перчики обрезанные это нашего пасынок от ридето я опять стриганула верхушечку делаем все продолжаем огурчик для раннего урожая вот там уже посеяны цветочки виолы ампельные для черенкования петунии и также я хотела вам сказать что друзья мои пора сеять цветочки посеяла сейчас минутку антиирениум махровый первый раз очень его хвалят красивый очень и вот посмотрите что пишут а значит прорастание 10-15 дней вот дальше пикировка высадка в открытый грунт и предлагают сеять в марте месяце но начало цветения через 12-14 недель после посева семян и что же это такое если мы в марте посеем у нас у нас зацветет в августе месяце зачем оно нам это надо ну то есть вот я уже посеяла так что будьте внимательны смотрите когда за 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 цветет и когда предлагают сеять поэтому лучше пораньше чем позже а вот но стоят вот эти тоже пасынки вот уже вот такие вот немножко тянется поэтому один от обрезала посмотрим это еще уже один пасынок с того растения с первого дал корни прекрасно продолжаем наращивать корни на пасынках в конце покажу сколько у меня их получилось единственное конечно обязательно нужно посмотреть нам будет каков урожай будет вот с этих наших пасынков вот единственное что мне теперь интересно а так можно стричь и стричь там еще вон пять пасынков есть еще время есть они прекрасно вырастут вот друзья мои все поделилась вами рассказала показала это одно из место у меня еще одно есть и у меня еще веранда там тоже стоят на черенкование калибрах у нас всем хороших пассивов хороших всходов до свидания